так сегодня мы будем делать монастырские котлеты для этого нам нужны овощи 1 луковица 2 дольки чеснока 2 морковки 2 картошки где-то на глаз четверть капусты зелень какая есть сухари вообще рецепте в этом должна быть еще рыба тогда они будут как бы рыбные овощные котлеты мы будем делать без рыбы режем овощи все будем пропускать через мясорубку поэтому надо порезать так чтобы влезала горлышками сару все измельчаем такие вегетарианские получается да да и на пасу кто может их есть но здесь еще будет добавляться 3 яйца но кто когда то есть если кто-то строго постится то не может то это уже на их усмотрение а кто вегетарианцы могут тоже использовать этот рецепт если используется рыба ночь к этому к овощам к этой дозе добавляется еще полкило филе белой рыбы это может быть 300 может быть там не знаю окунь палтус рыба размораживается и также все прокручивается через мясорубку значит так как овощи особенно капуста выделяет сока много когда мы провернемся через мясорубку я откидываю все носит для того чтобы лишний сок стекал иначе котлеты будут разваливаться методом опыта вегетариан то есть ты измельчаешь просто чтобы мясорубки была измельчает так чтобы до капусту тоже надо сейчас да сейчас вот рецепт капусту ну вот мы все порезали теперь начинаем все пропускать через мясорубку вот мы все пропустили через мясорубку и мы это перемешали чтобы получилась однородная масса значит у нас все овощи солить перчик будет потом сейчас просто перед и все это я выкладываю дрожж лак чтобы стекла лишняя жидкость это все стекало вот она уже течет это капуста дает да ну все все овощи дают здесь все уже дают даже чтобы они жидкость для того чтобы лишняя жидкость ушла сколько как получится ну вот посмотрите стекло нашли лишняя жидкость а как красиво уже получилось пока пока я мыла в это время сковородку мне кажется минут пять прошло на десять добавляем яйца яйца я предварительно всегда полоскиваем воде струей воды чтобы фабричный мусор никакой сюда не попал три лица понимаешь что котлеты ему основной рецепт это с рыбой еще надо мы делаем вегетарианский вариант сейчас мы добавляем по вкусу соль на жар либо также измельчается также стекать оставлять то отдельно отдельно после вот я прокручу вам еще и меняешься прокручиваю ну да потому что рыба замороженная она тоже как бы вода его и дает воду ее надо или отжимать или под но отжать и потом если есть вода а может быть и не будет ну то есть я в отдельно еще психичка значит ну что я тут на глаз делаю наверно где-то будет пол чайной ложечки соли мы немножко это блюд не досаливать вот так вот сейчас когда вы положим соль и перец овощи тоже дадут сок естественно после соли но эту жидкость уже заберут сухарики вот и количество их определяется именно того как первоначально я кладу при 5 6 ложек раз если ты на глаз говерна страна три четыре пять шесть ты ваша не правда ну это панировочные сухари ваша не в лоб все где-то продаются вот я вижу что мне маловато то есть по жидкости сдата маловато обычно капуста если такая хорошая надо больше солкового церковь больше значит сухарики они часто впитают будет более творожная масса но мы еще добавим пару ложечек мне очень нравится сухарики из-за шана более такие свеженькие так но видимо вот этот хлеб который не там делают из них хорошие сухари получается но это чистый сухари не бывают панировочные там для рыбы там какие-то специи могут быть а это просто сухарики сейчас я проверю тесто получается довольно таки такое однородное так сейчас мы поставим уже сковородку пока я буду делать котлетки вот без рыбы мне кажется они даже как гарнир получается что они овощные дома да а если если с рыбы по полноценной гарнира не надо это уже как же получается 2 в 1 2 3 котлеты это уже блюдо с рыбы очень вкусно тоже классно получается сначала мы сформируем на доске не кладем сразу на сковородку потому что нам еще их нужно в панировке будет немножко катать вот тогда уже буду сразу выкладывать поэтому пока греется сковорода я делаю шарики с этой массы будет довольно это еще сухариков как бы да а сухариков потом поддашь сейчас вот я сейчас ты просто а потом да раз я сделаю просто вот такие шарики под у них а подкатаю потом я из них сформирую котлетку уже плохо сейчас я просто делю на порции получается у нас здесь довольно много обычно 12 13 штук у нас получилось побольше это зависит от размера морковки карту глаз это не принципиально чего там будет больше капусты и морковки будет чем больше тем будет лучше теперь мы берем наши за котлетки и в сухарях не у них вот так надо будет включить ну вот одна сторона поджарилась как нет получилось много пришлось еще одну сковородочку поставить мне еще нравится сидеть когда они холодные да кстати особенно когда с рыбой да это холодная закусочка получается как фаршированные котлеты ну вот сегодня у нас получилось 16 котлет это очень много дай большие дай большие приятного аппетита ну вот 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 Продолжение следует...